Дома, которые строились, преимущественно в военных городках. КПД 4570. По факту, не только в военных городках, но именно для семей военных. Причем не только в Советском Союзе, а довольно далеко за его пределами от страны, в которых строились такие дома. А дальше будет список внутрироссийских населенных пунктов, где удалось найти эти дома. Итак, для начала о названии проекта и всех этих путаницах с названием КПД. В принципе, как из сокращения понятно, раз дом панельный, то это крупнопанельный дом. Но ведь не только дома для военных строились из крупных панелей, а вообще все панельные дома в таком случае, по этой логике, можно назвать домами КПД. Но почему-то это сокращение применяется в отношении только проекта 4570 со всеми его модификациями и проекта 4572. Который, кстати, несмотря на то, что он 2, а не 0, строился раньше, чем 4570. А в данном видео речь пойдет именно про 4570. Или, как чаще везде ее называют, КПД 4570. Военные дома. Количество модификаций. Ну, вот такое количество. Вот эти первые с римскими цифрами, более старые, соответственно, а вот эти более новые, более свежие. Дома второй очереди, скажем так. Но ведь нам, как пользователям, интереснее, чем они между собой отличаются. Вот эти старые, новые дома. И как вообще все дома КПД 4570 можно опознать. Визуально опознаются довольно просто. Сначала первые дома серии. Вот эти модификации. Имеют по одному окну в торце, в абсолютном большинстве домов. Вот такие маленькие балкончики, не на всю плиту. Окна квадратные. Двухстворчатые. Ну, это если мы говорим об изначальном варианте. Три створки могли поставить новые пластиковые окна. А изначально это квадратные двухстворчатые окна. Даже на балконе. Из квартиры выглядит вот так. Ну, то есть окна такие небольшие, прямо скажем. И еще один интересный момент. Если жители не поменяли окна родные на пластиковые, то на окнах будут вот такие форточки. Вот эта штука открывается. При этом остальное окно остается закрытым. И можно, например, на первом этаже уходить и оставлять окно на проветривание всегда открытым. Причем еще и говорят, что вот это пространство тоже использовалось жителями. Ну, как холодильник зимой. Небольшой, но все-таки. Так вот это все. Были первые модификации. Самые старые в этом проекте. Вторые, более новые, еще более оптимизированные окна так и не стали трехстворчатыми, как в куче других домов того времени. И форточка переехала из середины окна в бок. То есть были две створки, теперь вообще одна. И вот эта форточка. Ну и вообще, зачем нам лишние окна? И поэтому окна на торце в более поздних модификациях тоже убрали. А в качестве компенсации сделали побольше балконы. Теперь они не вот такие махонькие, а на всю плиту. Уже более привычные. И частично появился мусоропровод в более поздних домах. Да, в пятиэтажках. Ну, не лифт, но мусоропровод. А самое главное, что более старые и более новые модификации различаются планировками. Прямо вот сильно различаются. Но про планировки подробнее позже. С внешним видом разобрались. Конструктив. Дома строились в самых разных регионах, как мы помним из списка. Поэтому наружные панели бывают нескольких типов. Это керамзитобетон однослойный, разной толщины. И бывают панели трехслойные, с утеплителем. Несущие стены, можно сказать, все. Это все поперечные. И центральная продольная. Поэтому перепланировка тут практически невозможна. Вообще, по отзывам, дома строились хорошо. Они и довольно теплые, и удобные. Особенно более новой модификации. Из достоинств у дома еще и небольшое количество соседей в подъезде. Потому что на этаже по три квартиры. А этажей всего пять. Опять же, весомый плюс это раздельные комнаты во всех планировках. Что для того времени действительно плюс. И в более поздних модификациях довольно просторный первый этаж в подъезде. Ну, например, для колясок, велосипедов. Из минусов. Естественно, дом старый. Пусть его и строили хорошо, но строили его давно. Поэтому, что там с коммуникациями надо смотреть? В каждом конкретном доме. Как его ремонтировали? Был ли там капремонт? Менялась ли электрика, сантехника? Опять же, межпанельные швы. Все тот же капремонт с герметизацией был, не был. И, естественно, минус. Это то, что в первых домах серии очень маленькие кухни. Чаще меньше пяти метров. И подробнее про планировки. Начнем со старых модификаций. Чаще всего на этаже три двухкомнатные квартиры. То есть одни двухкомнатные квартиры в подъезде. Они разные, но тем не менее. Ну, например, есть линейная планировка. Все окна выходят на одну сторону. Есть распашонка, когда окна выходят на противоположные стороны. Более редко встречающийся вариант компоновки квартир на этаже. Это когда уже не три двухкомнатных, а двухкомнатная, трехкомнатная и однокомнатная. То есть, комната из двушки перешла в трехкомнатную. Просто чуть изменив проемы в стенах. А вообще, в первых модификациях интересно еще и то, что во всех квартирах есть абсолютно идентичные части. Это кухня, санузлы и балконы. Например, балкон в зависимости от вот этих модификаций может быть в разных комнатах, но он всегда одинаковый. Маленький, ну очень маленький. Со второго в основном этажа, начиная. Из-за идентичности и понятности на балконах останавливаться не будем. Интереснее кухни и санузлы. Например, в самых первых модификациях они по 4,8 где-то, ну то есть меньше пяти метров. В более поздних домах первой группы модификаций буквально на метр больше, ну аж почти до шести метров. Но той же формы вагончиком. По сути, кухня размером с прихожую в этой же квартире. А если учесть, что, например, ванная здесь тоже очень маленькая и в нее не влезает стиральная машинка, то все совсем грустно. Ну, вместо раковины. Или раковина, или стиральная машинка. Ну, еще можно вместо ванны сделать, например, душевую кабину вот так. Нет, ну еще можно, конечно, машинку поставить на почти аж шестиметровую кухню. Ее же куда-то надо ставить. Ну, в общем, ванная маленькая, кухня маленькая. Вот такая она без мебели. И что в нее вообще поместиться может? Холодильник, плита, мойка, один шкаф. Ну, или по этой стене шкаф снова один, мойка и плита. Но это еще не все. В ряде случаев на кухне будет еще и вот такой выступ. И, как показывают фотографии, люди даже такие нюансы могут обыгрывать. Ну, а вообще куда им деваться? Кстати, в некоторых домах газовые колонки. И это не особенность серии, это особенность местности скорее. И если этот момент вам важен, нужно уточнять про конкретный дом. Ну, вот тут, например, вообще прекрасно сделано. Да, это мебель на заказ, она выйдет дороже, но даже в такой мелкой кухне вместилось много всего. А тут вообще даже с холодильником. Но все равно факт остается фактом. Кухни ужасные, и к этому надо быть готовым. Это были общие моменты всех планировок. Теперь различия. Однокомнатная квартира. Вот однокомнатная и ровно она же двухкомнатная квартира линейной планировки. В части модификаций она, одна комната, отходит к трехкомнатной. В части модификации остается у двушки. То есть это идентичная квартира плюс одна комната. Поэтому рассматриваем их сразу две. В самых первых домах серии, в однокомнатных, встречается вот такая интересная планировка. Этой стены как бы нет. Это все комната, из которой вход в кухню. Ну, вот просто. В остальных квартирах тут нормальная стена, и планировка необычна, ну, если только кухни в середине квартиры. А вот двухкомнатная распашонка, или если мы помним, что от двухкомнатной отрезают комнату, и получается трехкомнатная. Так вот, двухкомнатная распашонка и трехкомнатная распашонка, идентичные плюс-минус комната, вот с ними все намного интереснее. На самом входе, вот буквально на самом-самом входе нас ожидает дверь в санузел, в туалет, в который нужно будет ходить по предверному коврику. Дверь в туалет будет всегда на самом входе. Спасибо, хоть дверь в нормальную сторону открывается. И поэтому места для шкафа из-за этого вообще толком не остается, потому что если мы ставим шкаф нормальной глубины, то в него упирается эта самая дверь. И в коврик, и в шкаф. А вот дальние от входа комнаты необычно поделены. Почему необычно? Потому что в подавляющем большинстве квартир тех лет вот эта комната проходная, а здесь изобразили вот такой угол-поворот. И из-за вот этого угла поворота получили две раздельные комнаты. Это не жители сами так разграничили это по проекту. Получается, что в меньшей комнате вот такой выступ, а большая комната совершенно обычная, стандартный вход. И еще очень необычно, что в некоторых домах, в основном самых старых, эти двери идут не под углом 90 градусов, а вот под таким углом. И это тоже по проекту. Ну и самое приятное в многокомнатных квартирах то, что если они в торце, то вот этот одинокий ряд окон, по которому мы дом опознавали, так вот в комнате с этим внешним окном окна будет два. Это сложности тоже добавляет, потому что метраж комнаты и так небольшой, а тут еще и мебель никакую вот по этой стене не поставишь. На две ее с таким метражом тоже особо не разделишь. И скорее всего именно поэтому встречаются вот такие варианты домов. Это явно дома после капремонта, а окна у себя убрали сами проживающие, чтобы там поставить мебель. Это были планировки первых модификаций, которые, кстати, внешне могут быть очень по-разному отремонтированы. Такое вот просто многообразие цветов, но квадратные окна и мелкие балконы все равно остаются. Более новые модификации второй этап проекта. Они могут быть отделаны вот такой плиточкой, но это внешне. Что внутри? А внутри уже принципиально переработали все планировки. Метраж дома стал шире и поэтому получились намного более удачные квартиры, особенно в сравнении с предыдущими, с их кухнями. Кстати, у нас есть телеграм-канал, в котором разное про дома публикуется примерно раз в сто чаще, чем тут. Поэтому заходите и туда тоже. Ссылка будет в описании к видео. Возвращаемся к планировкам более новых модификаций КПД 4570. Итак, основной принцип компоновки квартир на этаже по три остался. Также это или три двушки, или снова легким движением руки двушки превращаются в однушки и трешки. Ну, то есть принцип ровно тот же. И снова, значит, одинаковые по сути вот эти две квартиры с разницей в комнату. И вот эти две тоже с разницей в комнату. В общем, все точно так же. Начнем с меньших квартир. Вот им с кухней не очень повезло. Это, конечно, не четыре с половиной метра, а больше семи или вообще около семи метров. Ну и да, на кухне помещается уже намного больше мебели. Все-таки оптимизировали, улучшили. И по форме это стало ближе к квадрату, а не вагончик, как в предыдущих модификациях. Из удобного здесь возможность прихожей поставить шкаф, потому что санузел переехал из середины квартиры в старой модификации в привычный угол квартиры. И перед ним появилось место для шкафа. Это будет, назовем его, шкаф номер один. А еще в прихожей можно поставить шкаф номер два, потому что в комнате есть снова выступ. И на входе получается еще одно место под этот шкаф номер два. Даже в однокомнатной, соответственно. Ну или можно наоборот сделать двери шкафа не в прихожей, а в комнате. И тогда шкаф будет уже в комнате встроенный. А в прихожей все равно при этом останется тот, который первый был. В этой планировке еще интересно количество балконов. В однокомнатной это будет один балкон, но в двухкомнатной балкона будет два. В линейной двухкомнатной квартире два балкона. Это очень большая редкость. А вот из не очень интересного и не очень полезного в этой планировке, куда бы ты не пошел, придется идти по предверному коврику. Все растаскивать. Санузлы снова мелкие, стиралку туда поставить нельзя. Это вообще во всех планировках в принципе снова ее или на кухню ставить, или под раковину, или вместо раковины. Ну в общем опять нужно что-то придумывать. Ну или разворачивать ванну и ставить и раковину, и стиральную машинку, оставив очень мало места для человека. А перед рассказом о самых интересных планировках серии хочется напомнить, что вы можете поддержать полезный контент. Для этого переходите по ссылке в описании. Ну и также как в первых более старых модификациях, самые интересные это квартиры распашонки, то есть выходящие на две противоположные стороны. Здесь кухня стала ощутимо больше. Особенно опять же на фоне первых модификаций. А прихожая стала принципиально другой. Помните вот этот ужасный вход в обнимку с дверью в туалет? Так вот санузел отсюда убрали, его перенесли вглубь квартиры. И теперь на входе в квартиру в общем-то тоже двери, но это шкаф. Это удобно, туда можно сразу повесить всю одежду. В варианте от застройщика это выглядит вот так. Шкаф удобный, встроенный прямо на входе. Естественно, их уже все в большинстве случаев поменяли на более современные, красивые. А вот тут этот шкаф вообще убрали. И видно, что места стало совсем много. И балконов в трехкомнатной квартире снова два. Что у нас с подъездами? В первых старых модификациях подъезд довольно грустный, как видно. Особенно вход. Поставить ничего невозможно. Места нет. Ну, окна интересные, такие двойные. Опять же, форточки, вот эти форточки, которые были в квартирах, они есть и в подъездах, если окна не поменяли на пластиковые. А вот в более новых модификациях, второй очереди, уже все несколько поинтереснее. Появилось хотя бы место что-то оставить. Тут дышать вообще легче стало. Ну, вот такой дом. А вы жили или, может быть, в гостях были в таком доме? Может, вам есть что добавить? Тогда обязательно пишите свои мысли в комментарии и вообще смотрите другие комментарии. Там много полезного и практического о самых разных домах. Ну и до встречи в новых видео на канале ПРО ВОКРУГ.